Сегодня поговорим о десяти правилах стиля, которыми должен руководствоваться каждый мужчина. Первое правило стиля, которое надо соблюдать, знай свой размер. Посмотри сюда, это измерительная лента, которая стоит около одного доллара. Пойди и купи ее, ты получишь выгоду тысяча к одному от этой инвестиции в течение года. Почему? Потому что бренды и производители устанавливают свои средние размеры. Что это значит? Что для средних размеров они используют собственные образцы. В этом направлении нет стандартов, поэтому нам нужно создавать свои. Ты должен знать, ага, мои плечи 45 сантиметров в ширину. Ребята, если вы будете знать свои размеры, то внезапно поймете, что все эти размеры субъективны, после чего вы взглянете на них объективнее. Зная свои размеры, вы точно будете знать, когда вам что-то подходит. Второе правило стиля, которое надо соблюдать, обращая внимание на свой посыл. То есть, точно знай, кем ты являешься, чего ты стоишь и что ты хочешь получить от этой жизни. Вследствие чего убедись, что твоя одежда и манеры передают нужную информацию. Чего вы действительно не хотите наблюдать, так это то, что вы не оправдываете ожидания людей. Поэтому убедитесь, что вы на самом деле одеваетесь в соответствии этому. Потому что, во-первых, вы должны практиковать перевоплощение в этого парня. С другой стороны, вы хотите получить хорошие первые впечатления. Потому что, как мы знаем, во многих случаях первые впечатления людей ошибочны. А исправить его потом крайне сложно. Итак, мое следующее правило стиля, которое следует соблюдать, покупать только те вещи, которые вам определенно нравятся. Следует покупать вещи, которые вам не просто нравятся, а которые вы действительно любите. Правило стиля номер четыре. Развивай свои способности различать качество. Потому что тогда ты сможешь сразу увидеть хорошие вещи. Например, зайдя в магазин, сразу сказать. Ай, у этой куртки 50% скидка, но я точно знаю, что она очень высокого качества. Но как узнать, что такое хорошее качество? По правде говоря, для этого лучше посмотрите несколько других моих сюжетов. Ссылки на которые я оставлю под этим видео. Но самый короткий путь. Пойти в лучший магазин мужской одежды в вашем районе. Пойдите туда, прикоснитесь к качеству и наденьте его. Создайте у себя в голове базу знаний хорошего качества. Ведь в будущем это позволит распознавать качественные вещи. Итак, мое следующее правило стиля. Не бойтесь тратить больше, если вы собираетесь носить это долго. И это моя теория стоимости. Данная теория стоимости стиля утверждает, что стоимость предмета одежды равна отношению количества лет его носки, умноженные на то, как вы чувствуете себя при использовании данного предмета и его цены. Что ж, как пример, взгляните на эти два костюма. Один из них стоит 200 долларов, другой же 1000. Костюм подешевле не совсем подходит для вас. Но его вы можете себе позволить уже сегодня, и он делает свою работу. Однако костюм за 1000 долларов выглядит великолепно. Вы от него в восторге. И стиснув зубы, вы себе его покупаете. Да, это более дорогая покупка, но вы смогли накопить на него денег. Итак, какой из этих двух вариантов более выгодный? Конечно, многие скажут, о, костюм за 200 долларов был дешевле. Но не смотрите только на цену. Обратите внимание, сколько раз вы его носили. Этот костюм за 200 долларов ты надевал всего 10 раз. Потому что каждый раз надевая его, ты ощущал себя не в своей тарелке. Костюм же за 1000 долларов ты надевал уже сотню раз. Сотня раз носки против десяти. Следующее правило стиля. Покупайте классические вещи, вместо трендов. И я сейчас не имею в виду ультра-современную уличную одежду. Я говорю о более классических базовых вещах. А причина в том, что, когда вы тратите хорошие деньги на вещь, вы хотите иметь возможность носить ее и через год, и через два, и даже через три года. И вдруг ты понял, что эти узенькие лацканы на куртке, на которую ты потратил все свои деньги, вышли из моды. Это именно то, от чего я хочу вас предостеречь. Ведь есть тысячи классических предметов одежды, из которых вы можете построить свой базовый гардероб. И я хочу подчеркнуть, что я ничего не имею против моды. Но я думаю, что основная база должна состоять из классических предметов. Следующее правило стиля. Покупайте вещи обдуманно относительно своего гардероба. Вы хотите составить определенный образ. Для этого вы не должны покупать вещи по отдельности. Что ж, позвольте мне объяснить. Конечно, я не говорю. Нет, не ходите в магазин и не покупайте вещи по отдельности. Конечно, вы можете купить определенную вещь. Но когда вы это делаете, то подумайте о том, как этот предмет будет вписываться в ваш взаимозаменяемый гардероб. Например, ты имеешь три пары обуви, три пары брюк, три рубашки и три пиджака. И из этих 12 предметов, если бы они были совершенно взаимозаменяемы, мы можем составить 81 комплект. Лучше не покупать вещи, которые не будут сочетаться. Итак, мое следующее правило стиля. Не покупайте ненужных вещей. На этот товар скидка 90% вы сразу же собираетесь купить? Ребята, у вас должен быть простой список предметов, которые необходимы вашему основному гардеробу. Поэтому, когда вы ходите по магазинам и что-то приглядели, вписывающиеся в ваш список, конечно, идите и купите это. Но если этого нет, в списке лучше не надо. Поэтому вам нужно избегать попадания в ловушку продаж и покупать только те вещи, которые находятся в вашем списке основного гардероба. Следующее правило стиля. Выработай свой единый стиль одежды. Вам нужен базовый стиль, базовый образ, который вы могли бы носить всегда, когда вам не нужно наряжаться, или вы не хотите думать, что вам надеть и просто нужна хоть какая-то одежда. Я понял, что для меня это синяя рубашка. Зимой же кофта с длинными рукавами, летом поло с короткими рукавами. Теперь обратите внимание, как я пришел к этому. Если нужно выработать свой базовый стиль одежды, создать униформу. Надо обратить внимание на свои жизненные требования, на сообщения и послания, которые хочешь передать миру. Следующее правило стиля. Инвестируй в свое обучение. Ребята, книги – это великолепный старт. Но да ладно вам здесь на YouTube. Так много других прекрасных ресурсов. Например, Рафаэль из Джентлменс Газет. Или же Аарон Марино из Альфа М. Хосе из Тичин Мэнс Фэшн. Брок из Модест Мэн. Здесь множество различных ресурсов. Тонны влогов, которые вы можете посмотреть. Тонны подкастов, которые, да, возможно связаны не только со стилем, но говорящих косвенно об аксессуарах и других деталях стиля. И бонусное правило. Знаете себе цену. Если вы хотите быть хорошо одетым человеком, вы должны знать, как чистить свои собственные ботинки. Иногда дело может дойти до пришивания пуговиц. В таких случаях лучше всегда носить с собой швейный набор. Потому что при таком инциденте вы должны знать, как это исправить. Итак, господа, теперь ваша очередь. Я хочу услышать вас в комментариях. Расскажите, сколько правил из вышеперечисленных вы соблюдаете? Если их совсем немного, то не расстраивайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...